Ну и всем приветствия! Что ж, снова впечатление и мысли без титров. Печаль, а может нет, кому как. Ладно, так или иначе, на самом деле впечатлений не то чтобы много осталось. Единственное, что могу отметить из повествования то, что игра внезапно ориентирована, судя по всему, именно на повествование, несмотря на свой жанр. И в целом, это повествование даже работает. Это не укор, просто сюжетные вставки и вставки от повседневности, они между собой не очень хорошо сочетаются и получается немножечко все же лоскутное одеяло. С другой стороны, учитывая, что это роуглайк стилистика, у разработчиков получилось неплохо. Особенно, как по мне, в том плане, что несмотря на жанр, здесь есть некоторые постоянные факторы, такие как навыки персонажей или усовершенствование экипировки. Таким образом, несмотря на то, что есть определенная доля, и значительные все же, как по мне, случайности в походах, есть и некая база, на которую можно ориентироваться. Ну, в частности, это, скажем так, специализации персонажей. Хотя, конечно, сугубо с моей личной точки зрения, бойцы дистанционного боя существенно выигрывают у рукопашников. Потому что, когда дело касается столкновений, тут выгоднее не терять здоровье, чем потом надеяться его восстановить. А в силу обстоятельств, бойцам ближнего боя гораздо чаще приходится это самое здоровье терять. И у них не то, чтобы много способов избежать его потери. Да, есть там и защитные, и полностью блокирующие возможности, но, опять же, на них обрушивается гораздо больше атак, чем на дистанционных бойцов, и они все равно будут огребать чаще. Ну, да, разумеется, если бы мне удалось получше выпрямить руки, то, скорее всего, из-за них бы удалось достаточно эффективно сражаться. Но, в целом, сложилось вот именно как-то так. Так что, в целом, с игрушкой было приятно ознакомиться. То есть, у меня даже нет никакой мысли о том, как бы можно было что-то исправить. Это, конечно, может быть знаком недостаточной заинтересованности, но, опять же, сугубо с моей точки зрения, эта игрушка стоила того, чтобы с ней ознакомиться. Повторюсь, что я не могу сказать, что остались какие-то прям яркие-яркие впечатления, но было в достаточной степени любопытно. Ну, а так на этом, пожалуй, все.